Продолжение следует... И в данном случае речь пойдет о марте. Месяце, в котором, ну, на самом деле, произошло поменьше всего, чем, наверное, в феврале месяце. Но, как ни крути, эти моменты были для меня очень важны. Есть хорошие новости. И да, хорошие новости, плохих новостей нету. Пока все отлично. Давайте, наверное, сразу приступим. Что вас сегодня ждет? Да, добрый день, вечер. Ну, просто в разное время дня. Обычно люди смотрят всякие воды. Чатик на экране. Я сегодня при параде, как обычно. Обычно все отлично. Ну, в общем, поехали. Итак, первое, на что стоит обратить внимание в этом месяце, в марте, это то, что вышло новое обновление с улучшением графики и модернизацией игрового процесса по части Half-Life'а второго. Это очень круто, потому что я дикий фанат второй части Half-Life'а. Один из самых интересных вводов за последние... Микрофон шипит? Ладно, у всех шипит. Один из самых классных... Один из самых классных вводов, который я вообще записал за свою стримерскую карьеру за 4 года, был среди кооперативных игр именно прохождение Half-Life'а. Это было безумно классно. Она была люто длинная. Мы очень много времени потратили, чтобы пройти эту чудо-игру. Это было неимоверно сложно. Вводы, по-моему, есть у меня на Ютубе, но я начинаю задумываться о том, чтобы перепройти эту чудо-игру с новыми ощущениями, спустя весь тот опыт, который был накоплен на стриминге. И потом, может быть, даже сравнить с тем, что делали до этого. Ну, игра люто офигенная, она вне всяких похвал, она стоит того, чтобы ее даже пройти несколько раз. По этим скриншотам видно, что графика очень сильно улучшилась. Тут даже есть небольшой пост о том, что было именно сделано в этой игре. Добавлены были качественные освещения, повышение детализации игрового мира, улучшенная перспектива обзора, детализированные тени, детализированные тени, передовые эффекты поведения жидкостей. Ну, в общем, все самое новое сделано из старого в нормальное. Ну, и это самое классное. Так что, возможно, где-нибудь в мае, может быть, в июне найду компанию каких-нибудь замечательных ребят, и мы им сделаем хороший марафон по этой чудо-игре. Это что касается Half-Life 2. Второго. Дальше. Программа GG Alert была создана одним замечательным человеком, точнее, даже двумя. Первый человек из этой серии был Ледокол, модератор в Гудгейме, и, в общем-то, именно благодаря ему она появилась. Я, конечно, очень много настаивал на том, чтобы сделали какой-то такой плагин специальный для ОБСа. И в конечном итоге нашелся человек, который довел идею Ледокола до ума, и сделал эту программу для АГГ, для популярных стримеров, которые могут ее использовать. Суть ее в том, что она показывает на экране вот таким вот образом. Кто подписывается на стрим, кто саппортит стрим, ну и кто нажимает кнопку подписаться под самим стримом, кто подписывается чисто на канал, кто на уведомления. В общем, это единственный способ для вас пропиариться на стриме, благодаря этой табличке, которая высвечивает ваш никнейм. Также можно передавать через стрим сообщение на экране, если вы во время саппорта канала указываете какой-то текст, он также будет отображаться, и вы сможете еще раз пропиариться, или пропиарить что-то, или кого-то, или где-то, или как-то. Ну, в общем, передать привет вы точно сможете. В общем, штука полезная. Большое спасибо Фадику и Ледоколу за эту программу. Кстати, появился товарищ, который делает специальный плагин для самого ОБСа, то есть не нужно будет никаких программ скачивать, и это будет наиболее удобно. Какая тима будет в Half-Life? Не знаю, посмотрим. Соберем какую-нибудь Uber-угарную... ...компанию. В марте на стримах я разыгрывал где-то порядка 250-300 ключей от Heroes of the Storm. Это Blizzard Dota, аналог обычной Dota, в которой намного, правда, проще играть, там не надо убивать крипов, насколько я знаю, и намного проще одеваться, и тупо контролить одним персонажем, там, 4-5, сколько-то, 6 скиллов. В общем, ничего... ...сложного. Но, в общем, ключей я разыграл очень много, и многие мои подписчики, практически все, кто на мой стрим подписывали за весь этот период, писали в чате, футили в комментариях, получили то, что... ...должны были получить. Вот, видите, спасибо Фрейле. Программа работает. Дальше. Это, конечно, даже поездка в Польшу. Я всю свою жизнь мечтал поехать на крупный турнир под названием Intel Extreme Masters, именно на мировые финалы. И, если честно, я даже скажу больше. Эта поездка для меня значила очень-очень многое. И я еще очень долго буду о ней вспоминать, потому что замечательно провел то время, какое мы провели там. Мы ездили с одним товарищем. Это Николай, которому я пожизненно обязан за предоставленную возможность посетить эту страну на машине, а не через поезд, через самолет, через эти пересадки, перелеты и так далее. В общем, было классно. Было очень клево. Я сейчас в подробностях покажу, где найти запись всех видяшек, фоток с этого мероприятия. Оно было, ну, очень интересным. Из, наверное, самых таких запоминающихся моментов, ну, вкратце я расскажу для записи, вдруг вы не посмотрите. Я ездил в Польшу на чемпионат мира по компьютерным играм. Там проходили мировые финалы по итогу огромного количества квалификаций в глобальной арене, ну, такой огромный называется, сподок-арена, и по Хардстоуну, по КСу и по Старкрафту. Да, я там был в роли оператора, я снимал все это на фотке, я очень долго откладывал деньги, где-то порядка... года, что ли. Да, по-моему, год я откладывал деньги на эту поездку, и вот она совершилась. Подробный отчет вы сможете найти вот здесь. Сейчас покажу, где именно. Так, на Goodgame, да, у меня на Goodgame есть такой специальный раздел, чуть ниже чатика, вон там, внизу. Вот, нажимается видео, посмотреть все, открывается специальное меню, где лежат самые интересные воды. Здесь есть отчет, обзорный отчет о Польше. В этом разделе вы можете посмотреть видео, которое я заливал на YouTube, по мере поездки. В данном случае это эмоции из этого зала, как там все это происходило. Я сейчас, ну, покажу для прикола. Все это, все это вот я показывал на камере, у меня была с собой очень классная зеркалочка, сейчас я тоже покажу. Вот, чемпионат мира по КСу прошел, просто мега грандиозно. Все эти видяшки вы можете посмотреть. Обзор гостиницы, в которой мы останавливались, очень классный. И полноценный обзорный отчет двухчасовой об этой поездке в самых наитончайших подробностях есть в этой записи. Советую глянуть. Что со звуком не так? Я надеюсь, на записи будет все нормально. Звук странный. Я очень надеюсь. Если что, придется перезаписывать. В этом же описании есть внизу специальный раздел по фотографиям. В группе ВКонтакте мои все фотки, которые выкладываются с разных ивентов, выкладываются именно сюда. Здесь есть фотографии без моего участия, то есть каких-то рандомных девушек, прогеймеров, совсем разных девушек. Машин, девушек, машин. Кстати, что эта фотка делает здесь? У меня же здесь не должно быть. Есть отдельный альбом, где есть только я. Мне товарищ Николай провел офигенную фотосессию, с самыми разными ракурсами. С самыми разными ракурсами. Вот. Нравятся полячки или украинцы. Мне нравятся девушки. В принципе. Ну, я не могу сейчас перепроверить это никак. В принципе. Ну, я сейчас быстренько пробегусь, если что я сделаю. Завтра еще один дубль. Так-с. Давайте, наверное, теперь пройдемся по... А, кстати, по поводу будущего обзора, который я собираюсь выкладывать уже в апреле. На вот эти вот наушники сделал стоп-кадр из этого обзора. Собственно, в том же самом виде, как и сейчас. Что за модель этих наушников? Сейчас в группе ВКонтакте есть даже небольшой конкурс. Кто правильно угадает название и модель правильно, тот получит премчик на мой канал. Теперь по вводам. Вводы, как правило, это записи трансляций. Преимущественно, это записи по прохождению игр и, конечно же, по StarCraft, по профессиональным турнирам, которые я комментирую, на протяжении уже многих-многих-многих лет. Кастомка Subjection, которая доступна в игротеке, она доступна в открытом доступе, абсолютно бесплатная. Достаточно просто ввести название в поиске и у вас откроется к ней доступ. Она своеобразным образом представляет собой компанию за протасов, про протасов, потому что есть некоторые миссии там еще и за терранов. Но в целом неплохая такая кастомная компания для непрофессионального человека, который я сделал ну очень даже not bad. Здесь всего 4 записи, это 4 миссии, их 8. Я собираюсь в ближайшее время на днях как раз пройти ее до конца. Так что посмотрите. Видео 141-144. Эпичная игра зрителей, которая проходила на одном из моих воскресных стримов. Когда зрители играют друг с другом, я это дело со стороны комментирую. И очень советую ее посмотреть, потому что там прям борьба лютая была, прям вот как среди корейцев до последнего юнита. Кстати, не у каждого корейца бывают такие игры. Так что интересный матч получился. Специально даже выложил на свой канал. В группе ВКонтакте, ребята, есть конкурс. Там вы можете оставить свои впечатления о том, что это были за наушники. Турнир Фрагбит Мастерс четвертого сезона, который проходил в конце... А, сразу после возвращения из Польши, после 20-го числа. Ну, был не супер каким-то мега интересным. То есть, я не буду на нем сильно застрять внимание, но если вдруг вам захочется посмотреть вводы с участием Хэппи, который, ну, естественно, не частый гость крупных илан-турниров и вообще крупных турниров в поздних стадиях. Так что немножко заспойлерю. Он прошел отборочный на лан-финал этого турнира и будет представлять нашу страну единственным из русских, из СНГшников на этом моменте, где будет всего 4 человека участвовать. Вот. Так что посмотрите игру против Банни, посмотрите игру против Велму в особенности. Дальше. Я решил в этом месяце в марте постримить корейскую лигу профессиональную Global Starcraft League это GSL первый сезон 2015-го года по ХОЦу и мне безумно понравилось. Я вообще не шибко фанат корейской сцены, но так как корейцы сильно доминируют по этой игре во всем мире, то практически на всех турнирах мы с этими корейцами следим. А на этой лиге специфика такая, что только корейцы и только самые сильные даже те, которые в Европу вообще никогда никуда не ездили ни разу и играют только в Корее. В общем, турнир вышел мега интересный. Из-за партинга я топил просто как только мог. Видео под номером 150, 155 и 156. Финал был просто божественный и полуфинал был очень классный. Настоятельно рекомендую каждому любителю зергов и процов посмотреть эти игры. Они были очень крутые. И буквально через несколько дней после этого прошел еще один турнир под названием Gfinity Spring Master. Еще раз специально для записи я скажу большое спасибо товарищу Fantasy, который свел меня с админом, который напомнил мне, кстати, о том, что у меня есть в скайпе админ этого турнира, который позволил мне постримить эти игры из игры, что называется, без всяких убогих рестримов. Вот, но на Gfinity игры были еще круче, отчасти, чем на GSL некоторые. не без участия корейцев, и судя из названия, вы уже догадались, что не без участия партинга, опять же, любителям процов, зергов и тернов в том числе, но там было большинство игр именно по ВЗ матчапа, поэтому я вам рекомендую их посмотреть всем, кто учится играть. Ну, а тем, кто не учится, просто не пожалеет. Это одни из самых интересных пока что вводов за 2015 год, за последние три месяца. Каждую просветку я записываю обычно либо в конце месяца, либо в начале следующего. Сейчас уже там какое-то, по-моему, ну, начало апреля. Да, начало апреля. Финал этого турнира был, ну, тоже таким душераздирающим. Сейчас как вспоминаю некоторые матчи. Ох. В общем, GSL, Gfinity, все это рекомендую посмотреть. Дальше поговорим о тех вещах, которые Blizzard собираются вводить в свою рейтинговую систему. Всем привет. Привет сейчас по препараде. Да, так решил просто за дна, как это называется, шкафа найти что-нибудь приличное. За Мазерати Коля тебя покатал. Да, покатал, норм. Будет сегодня какие-то вопросы все задают. Сейчас идет рубрика просветка, ребята. Итак, появилась на сайте Близзов небольшая новость об изменении рейтинговых матчах по Старкрафту второму. Суть этой новости в том, для тех, кому лень читать всю эту груду текста, в том, что Близзарды все же нашли уязвимость и неправильность работы своей системы по подбору противников, о которой я говорил на протяжении последних полутора лет, практически каждый день играя на ладре или играя на аккаунтах разных, пробуя и разные страты прикольные, веселые и классные. В общем, они смирились с тем, что система работает у них неправильно и в ближайшем сезоне, уже в апреле, они хотят изменить систему подбора оппонентов и более грамотно, как они утверждают, распределить игроков по лигам. Так что, если вас неожиданно кинет в бронзу, там, скайп под стримом, вы знаете, что делать. Напомню, что я еще даю уроки по старграфту второму уже на протяжении двух с половиной лет. Удачно. Вот. И, может быть, будет намного проще играть на ладре, потому что часто бывает такое, что ты в серебре, а тебе дают пацанов из алмаза, и ты просто не знаешь, что делать. Определенно, у них система сломалась. Только, правда, почему-то близзы об этом зашевелились только спустя полтора года, как ввели эту систему. Ну... Ничто в этом мире несовершенно. Ну, в общем, такая тема. Интересная. Дальше. СК2. Legacy of the Zergs. Legacy of the Swarm. Как ни странно, это... Следующий аддон StarCraft 2, Legacy of the Void. Он, по идее, нацелен на то, чтобы бафнуть протасов. Ну, как... По идее, должно быть. Тираны были имбой, вроде как, в воле. Потом в ход были имбы зерги. Дополнение было про зергов. И сейчас. Выходит дополнение про протасов. Но вот, судя, правда, по бета-версии этого аддона, у меня, кстати, большое спасибо Blizzard'ам за предоставление ключика элитного, который сейчас доступен только самым, наверное, супер-пупер-мега ближним друзьям, знакомым, родственникам Blizzard'ов. Это профессиональные стримеры, профессиональные игроки. В общем, очень-очень узкий круг людей, в которые я тоже попал. Ну, это было, в принципе, ожидаемо, но я, тем не менее, рад. Так что, в ближайшее время, уже в апреле, будет много интересных разных стримов по новой бетке, по Legacy of the Void'u. И, кстати, я уже успел сделать довольно неплохой обзор. Такой, знаете, базовый, поверхностный, по всем новым юнитам, новым обилкам. И очень большое внимание я уделил именно зергам, потому что обзор по ним получился длиннее всех. Вот. Где-то на полтора часа. И изменений там просто нереальное количество. Новые карты, новые обилки, некоторые апгрейды были убраны, некоторые были добавлены, некоторые были объединены даже по одной и той же стоимости или по новой стоимости. У зергов переработали, перелопатили просто очень много всего. Поэтому рекомендую посмотреть этот обзор по протасам, зергам и по тиранам тоже должен здесь обзор. Но я думаю, что если вы уже после того, как посмотрели запись, зашли ко мне на ютуб, если вы вдруг еще не видели, то здесь же есть обзор по тиранам. Я, видимо, забыл его в пыли добавить. Дури моя башка. Исправлю. Видео в любом случае есть на канале, поиском вы можете его легко найти. Дальше. Ставки. Мне на днях предложили партнерство, две конторы по ставкам на киберспорт, в частности, на Старкрафт. Ну и это, как правило, ставки бывают не только на определенную игру на каком-то сайте, а сразу на все в целом. Или даже это одновременно сайт по ставкам и на спорт, и на киберспорт со специальным разделом. Вот. Так что, возможно, уже в апреле в следующей просветке я вам точно расскажу, с кем именно я начал партнерские отношения, сотрудничать, и я смогу очень активно и смело на стримах рекламить, на кого же и поставил я, собственно, где. Потому что каждый второй меня постоянно спрашивает, «Зерка, где же ты делаешь ставки?» Таки, Google, все дела, там, заходишь, пишешь, там, давай я поищу за тебя, знаете, такую штуку. Вот. В ближайшее время у меня на стриме появится очень много всяких разных картинок, появится видео вступительное моих стримов, возможно, появится вступительное видео с рекламой тех вещей, о которых я постоянно говорю на стримах, но меня это очень сильно задалбывает, и я уже вот очень-очень хочу сделать именно видос, который я буду крутить на стримах, и вы будете, новые юзеры, новые случайные прохожие моих стримов смогут узнавать об этой важной для меня информации о том, где что найти, где что лежит, как куда попасть. Если скомпоновать все это в одно видео длительностью в одну минуту, это было бы очень здорово. Если еще и какая-нибудь ландинка со вторым, с третьим размером, ладно, это потом. А кто-нибудь, если это дело озвучит, будет здорово. Ну, и очень надеюсь, что та графика, которую вы видите на стримах, в старкафте, между играми, во время других игр, во время прохождений. Ну, вам понравится, по крайней мере, потому что обновиться уже пора бы, а то как-то уже все одно и то же. И самая, наверное, веселая новость апреля, это не только просто видео уже записывается в начале апреля, буквально через несколько дней должен выйти новый сезон по старкафту, 12 числа, он заканчивается, 13 начинается, значит, будут новые карты, будут удалены старые, всякие чащи, каталены и прочее. И выход GTA 5. Я, конечно, не дикий фанат GTA 3 и 4 части, но в 5 уже успел поиграть у друга на консоли, там довольно забавно, так что вас ожидает масса, много моря вообще позитива и интересных прохождений. С фейлами, конечно же, с записью вводов, это все будет очень записано, все красиво, по сюжету, возможно, даже поиграем в онлайне. GTA 5 выходит на PC, да, она у нас в других платформах уже вышла, а на ПК вот решили выпустить, причем после двух, два раза разработчики даже меняли дату выхода игры, и вот сейчас в апреле вот по-любому ее выпустят. Ну, в принципе, это наверное даже, как видите, да, изменений по Legacy of the Void здесь дикое количество, но вместо того, чтобы все это читать, вы можете посмотреть мой обзор, там это намного интереснее показано, так как сейчас в Battle.net большая вероятность, что можно попасть на какого-нибудь MC, в IT, на того игрока, на которого ты никогда раньше в жизни попасть не мог, в бетке это возможно. Вот, ну что, давайте посмотрим тогда, какие-то, может быть, вопросы в чате есть, на которые я могу ответить, потому что я, в принципе, уже все рассказал. Есть вопросы, ребята, по просветке, или о том, о чем я рассказал только что? Прокачай шаг до алмаза. Весы тащат. Все окей, все понятно, все ясно. Ну, тогда, как говорится, не будем вас задерживать, спасибо большое, что вы со мной, спасибо большое, что смотрите стримы, что оставляете комменты, что добавляете стрим в избранное, добавляете стрим в браузер, что не закрываете браузер, что не закрываете избранное, это тоже очень важно. И приходите почаще на стримы, напомню, что я почти каждый день стримлю на goodgame.ru, на главной странице, на твиче, на канале Empire TV Zerg и на SKZTV в разделе Киберспорт Старкрафт 2. Всем спасибо, все свободны, это была просветка за март и с вами был ZergTV. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok